При обсуждении законопроекта, предусматривающего повышение штрафных санкций для людей, не заключивших договора на вывоз мусора, или же имеющих мусор на придомовых территориях, возникло много споров. По мнению депутата Владимира Соктоева, прежде всего нужно повышать культуру самого человека, а не штрафные санкции. Тем более, что, по его мнению, большого толку от этого нет. Сложение это в принципе хорошее, навести порядок. А при чем здесь гражданин, если возле дома у него что-то валяется? Что за балконы штрафуем, блин, за это штрафуют, давай мы за что-нибудь штрафовать. Как-то надо наводить. Слушайте, все прикрываются порядком. Вы еще пистолет возьмите и стреляете. Вот, чтобы навести порядок. Другие мнения. Какое благородное занятие? Коллеги, вопросы мне нет. За балконы-то я... Господи, людей надо уйти в культуре, а не порядок наводить. Я прекрасно понимаю, что меня никто сейчас слушал. Вы прямо сидите себе под пистолетом. Нет, здесь еще идет. Вам сказали, все сделали. Я просто говорю, что мы так вожди, то маразм отойдем. Штрафы за нарушение правил благоустройства за 2016 год в целом по Бурятии составили 8,2 миллиона рублей. Из них 7 миллионов по Улан-Удэ. А за первые полгода этого года в столице уже собрано почти 5 миллионов. И снова Владимир Соктоев заявил, что это не совсем правильно. Так как статистика не должна расти, а должна падать. Правильно она растет. Мне нравится. По идее-то она должна падать. Потому что люди должны себя все лучше вести. Чтобы меньше было штрафов. Штрафы должна выносить специальная комиссия, обладающая соответствующими полномочиями. Но если гражданин докажет, что это не его мусор, а его подбросили к нему только вчера, то никаких штрафных санкций быть не должно. Теперь все зависит от того, успеет ли человек, которому подбрасывают мусор, снять это на телефон, вызвать полицию или чиновников с администрации района или поселения, составить протокол об административном правонарушении. И при всем при этом нужно будет доказывать свою невиновность. Иван Подберезкин, Анатолий Пляскин, АТВ.